Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книги пророка Даниила, читаем ее для библейского портала экзегет. В переводе читаю современным или заокском, под редакцией Михаила Михайловича Михайловича Кулаковых. Имя переводчика не обозначено в издании, я не буду фантазировать, но даю небольшие комментарии. Итак, седьмая глава самая известная, где появляется вырождение «сын человеческий», это некое видение Даниила о разных царствах, которые проходят. Вот они имеют звериный облик, а в конце появляется царство человеческое, царство святых божьих, царство божьего народа. Ну, собственно говоря, иудейское царство, которое, в отличие от этих звериных могучих империй, оно ведет себя по-человечески, и оно ведет себя так перед Богом. И восьмая глава, собственно, продолжает эту тему, только в немножко других видениях. Шел третий год правления царя Балтасара, это вот возвращение в еще эпоху Вавилонскую, у нас же вроде персы взяли власть, но тем не менее. И было мне, Даниилу, еще одно видение после того, что я увидел прежде. Я увидел себя в крепости Сузы в области Иламской в реке Улай. Это одна из столиц этой самой империи Вавилонской Сузы в Иламе. «Осмотревшись, я заметил, стоит на берегу двурогий баран, рога у него были высокие, причем один выше другого, и тот, который выше, вырос позже. Видел я, как этот баран бодал рогами, что было от него к западу, северу и югу. Ни одно животное не могло справиться с ним, и не было от него никакого спасения. Творил он, что хотел, и гордился своей силой». Но мы можем говорить, это, допустим, царство персов и медиан. У них два рога, причем медиане первые, персы вторые, но персов больше. Очень хорошо ложится на историю Древнего Ближнего Востока. Но дело, конечно, не только в этом. Дело в том, что это, в принципе, некоторая такая вот снова зверская империя, которая творит, что хочет, которая составная, в которой вот разные есть элементы. «Пока я раздумал над увиденным, неожиданно с запада появился козел. Он несся через всю землю, не касаясь ее. У него между глазами был привлекающий внимание рог». А кто у нас разбил персов и медиан? Конечно, Александр Македонский. И вот он, наверное, в образе этого козла с огромным рогом стремительно. Он вот этот поход Александра по древним меркам просто был таким вот близкригом. «Козел устремился к дорогому барану, которого я заметил на берегу, и бежал к нему исполненной сильной ярости. Видел я, как он приближался к барану, как свирепел на пути к нему, и как, ударив его, сломал ему оба рога. Не устоял баран пред ним. Козел повалил и растоптал его, и некому было его спасти. Козел же горделся своей силой более прежнего. Но на вершине могущества его большой рог сломался, а вместо него выросли четыре рога, привлекающие внимание, обращенные к четырем ветрам. Очень хорошо ложится на историю империи Александра Македонского. Он умирает относительно молодым, его царство делится на четыре основные части. Там были и другие претенденты, но четыре основные. Птелемея, Селивкида. Вот два государства, которые будут вести борьбу за территорию Святой Земли. Ну и там два других еще, но они меньше, и поэтому нас менее интересуют. От одного из них вышел еще один рог, маленький. Он очень сильно разросся, простиршись на юг, на восток и к прекрасной земле. Прекрасная земля — это, видимо, как раз земля Израиля. Это вот селивкидский рог. Это один из тех, кто будет бороться с, собственно говоря, иудеями в будущем. Селивкидская держава. Дотянулся он даже до воинства небесного и, сбросив часть того воинства, извез на землю попрал их. То есть какая-то борьба с ангельскими силами у селивкидов. Что это было, мы не знаем. Держался он высокомерно и, противопоставив себя предводителю того воинства, лишил его ежедневных жертвоприношений и разрушил само святилище его. А вот здесь вполне логично. Здесь селивкидские правители разрушают храм, который был в Иерусалиме, восстановленный уже после персов. И вот здесь Даниил это описывает. Причем из времен Волтасара, если следовать книге, то есть как бы сильно заранее. И воинства и ежедневные жертвоприношения были отданы ему из-за отступничества. Он повергал на землю истину и в том преуспевал. То есть не он сам, но Бог ему это отдал. Потом я услышал речь одного святого, а другой святой у него спросил, вот тоже некие загадочные фигуры, те, кто рядом с Богом, будь это люди, будь это ангелы, до каких пор будет длиться то, что явлено в видении о ежедневном жертвоприношении и преступлении, несущем с собой запустение, ну то есть разрушение храма, и попрание святилища и воинства, то есть небесного. Он как бы на небо залезает, он свою религию устанавливает. Тот ответил, пройдет 2300 вечеров и утро, тогда святилище будет очищено. Но очевидно идет речь про то, что отмечается у иудеев, как праздник Ханука, соответственно, про восстановление святилища, про восстановление храма в Иерусалиме. Но часто пытаются это истолковать в каком-то переносном смысле, что речь идет о некоем восстановлении человеческой истории в целом. Об этом еще немножко потом поговорим. Когда я, Даниил, увидел это видение и пытался понять его, представил предо мной некто, похожий на человека. И тут же я услышал над водами улая человеческий голос, обращенный к нему, Гавриил. Объясни ему то, что он увидел. Гавриил, одно из ангельских имен, сила Божья буквально. «Тот направился ко мне при его приближении, а в страхе полнит сын человеческий», сказал Гавриил. Интересно, что сын человеческий в седьмой главе – это некая фигура, которая после звериных царств проходит перед Богом, и Бог отдает ему власть. И потом в Новом Завете как раз именно это выражение «сын человеческий» будет применено ко Христу, как к носителю этой идеи, к носителю этой власти. Так вот, сын человеческий сказал Гавриил, тебе надо понять, что видение – это о времени последнем, то есть о конце истории. Когда он говорил со мной «я, потрясенный откровением, лежал низ на земле, но он коснулся меня и поставил на ноги». И он сказал мне, «Послушай, я поведаю тебе о том, что произойдет в последние дни гнева, ибо видение твое относится к определенному времени, к конца. Два рога барана, которого ты видел, это цари Мидийские и Персидские». Вот, наконец, он разъясняет. «Козел же представляет царя Греции, а большой рог, что между его глазами, это первый греческий царь». Ну, греческий, то есть македонский, Александр Македонский, они греки и македонцы для остального мира уже были практически одним и тем же. «Ты видел, что рог тот сломался, на его месте поднялись четыре других. Это значит, что произойдут от того народа четыре царства, но не столь могущественные, как прежние. «Последние дни тех царств, когда отступники переполнят миру беззакония и восстанет царь свирепый искусный в коварстве. Достигнет он могущества, но не своей силой. Он навлечет неслыханные бедствия и в злодеяниях преуспеет, а он станет уничтожать сильных и народ святой. Обладаемом изощренным преуспеет в обмане, многого замнит о себе и погубит многих, застигнув расплох. Восстанет он и на владыку владык, но в конце будет сокрушен, но не силой человеческой». Опять-таки, вот здесь, пожалуй, единственный раз во всей книге даются абсолютно конкретные указания, как расшифровываются пророчества и видения, что это явно селевкидская держава, которая борется с иудеями, которая уничтожает храм, прекращает в нем богослужение. Но каждый раз Даниил подчеркивает, не силой человеческой, это все части божественного замысла. «Но ты, это неспосланное тебе откровение о вечерах и утрах истинно, но ты держи его в тайне, ибо оно относится к дням далеким». Да, действительно, это все проходит как далекое будущее, глядя из времен Волтасара, и явно, что эти пророчества были, конечно, записаны и актуализованы вот во времена, как раз когда происходили эти маковейские сражения. «После этого я, Даниил, настолько изнемог, что несколько дней пролежал больной. Потом я встал и продолжал по-прежнему служить царю, но был в ужасе от этого откровения и не находил объяснения увиденному». Еще интересно, что Даниил, который толкует тайны, которые совершенно спокойно выступают перед царями, но вот перед пророчествами, перед видениями он рабеет, он сам не знает, как их объяснить. Для него в его пророческой миссии есть какая-то очень серьезная задача, есть вызов, который он воспринимает как что-то выше своих сил и возможностей. Вот тоже удивительно на свой лад. Пророк, который боится своих пророчеств, но не боится говорить с царями об их сновидениях, но потому что здесь он перед Богом, а там всего лишь перед земным правителем.